Всем добрый день! Так, я вас вижу, Анджани Ма. У нас сегодня эфир с физическим нумерологом Анджани Ма. Она также является астро-психологом, преподавателем атмакри-йоги, мастер-рейки и так далее. Можно перечислять и далее. Поэтому сейчас пока она к нам подсоединится. Анджани Ма, все отлично. Я вас вижу, как слышно, как видно. Напишите нам, пожалуйста, все ли хорошо. Я пишу комментарии и в конце мы, возможно, ответим на какие-то вопросы. Да, пока нас будет отменить. В переписке я тоже всех очень вас рада видеть. Сегодня удивительный день. И рада, что мы встречаемся вместе с вами в этот удивительный день. Да, здравствуйте. Всем добрый день. У кого-то добрый вечер. Напишите, все ли хорошо со связью у нас. Слышно ли, видно ли. Да. Сегодня у нас особенная дата. Все хорошо. Нас видно и слышно. Спасибо большое. Сегодня особенная дата. 8.08. И, конечно, в первую очередь, Анджань Ма, хочется спросить у вас именно про это число. Так как вы, да, ведический нумеролог в том числе. Сегодня мы встречаемся не просто так, но на логике «Великое подспорье» в астрологии. И очень много информации вы сегодня сможете найти по 8-8, да, две восьмерки вместе. YouTube повсюду, все каналы заполнены, можно найти много информации. Итак, начнем с того, что мы, что нам рассказывает планета Сатурн, которая прячется за числом 8. Планета Сатурн, ох, какая могучая планета. Итак, о чем же сегодня говорят нам брата Льва, самая мощная дата этого года. И сколько много она дает возможностей, и сколько много она дает ограничений. Потому что восьмерочка – это мощное число, которое соединяет как мир проявленный, так мир и непроявленный. Мы живем вот в этом мире, который мы воспринимаем нашими чувствами. А мир, который наверху, продолжение вот этой восьмерки, его не видно. Но вот, если хотите, вот сегодня эти два мира, они очень мощно соединены. На самом деле, они соединены в жизни каждого дня. Для тех, кто поднимает глаза к небу, для тех, кто чувствует, что у нас есть связь какая-то с миром, откуда пришла наша душа, когда мы смотрим на небо, и нам звезды отвечают. Вот сегодня, исходя из разных систем астрологических, джиотиш, ведические знания и западная нумерология, они нам говорят о чем-то грандиозном. Так давайте посмотрим, что же за планета Сатурн, чем она грандиозна, какие они дают качества, и в чем же она нас также ограничивает. Очень важный момент, чтобы быть реалистами. Так вот, нумерология число восемь – это символ бесконечности, бесконечных возможностей человека, ограниченных законами и знания. А кто нам эти законы выдал? Вопрос. Поэтому очень много информации, которая будет сегодня. Да, можно сегодня посылать намерение, да, нужно сегодня посылать намерение. При этом чётко понимая, что какие-то возможности человек хочет, но по каким-то моментам мы это чётко видим, что мы иногда очень много хотим, но не всегда получается, как хотелось бы человеку. Не так ли? Это вот все проделки, скажем так, Сатурна. Сатурн – это могучий и суровый учитель. Сама жизнь обучает нас через него. И так как, когда человек захочет изучать эти законы мироздания, а законы мироздания, они настолько глубоки, что когда мы говорим «закон кармы», мы до конца, может быть, и не понимаем даже, что это. Это закон то, что посеешь ты и пожнёшь. Сейчас человечество пожинает плоды своей деятельности за много веков. Не то, что мы видим сейчас, что наша цивилизация пришла к такому, казалось бы, тупику, но такого не бывает. Восьмёрка нам показывает, что энергии всегда циркулируют. И что человек – часть вот этого мироздания, часть удивительных возможностей, которые Господь Бог выдал всем людям. И если тот же самый Сатурн нас ограничивает, потому что он ограничивает человека во многом, и думаешь иногда «слава Богу», потому что есть человеческая мудрость, за неё в ответе Сатурн, есть бесконечная человеческая глупость. Сатурн просто наблюдает, да, и потом бесстрастно воздаёт. Он воздающий. Мы вообще-то сейчас в могучем влиянии Сатурна. Сатурн также даёт нам таланты, да, и могучие испытания. Всё он. И даёт на эти испытания адекватную, мощную силу. И эти таланты, которые мы сами же наработали когда-то, вот они нам тоже даны. Но если мы не будем делать усилия, а Сатурн заставляет человека сделать усилия, лучше от того, что если мы ищем знания, понимаем законы мироздания, тогда нам не кажется, что здесь какой-то сплошной хаос. Хаос в обществе. А общество разве ищет знаний? Разве оно ищет мудрости? За мудрость тоже отвечает Сатурн. Сатурн также отвечает за качество терпения, за качество, которое приходит только, если человек занимается какой-либо практикой. То есть он, Сатурн, очень суровый учитель, но он очень справедливый. Здесь вообще всё происходит справедливо. И если бы люди задавали бы вопросы и искали бы ответы, то поняли, что здесь нет никого, кто неправильно получает какие-либо уроки от этого сурового учителя. И так же, как он великий практик, он говорит, вы там говорите или книжки читайте, но будет только тогда результат какой-то интересный для вас, для вашей жизни, для вашей судьбы. Ведь он отвечает за нашу судьбу. Карма в смысле судьба. То есть это очень глубокое, глубинное понимание. Так вот он говорит, пока в практику не войдёте, вся ваша болтовня, она меня не интересует. Поэтому в этом он суров. И он требует от человека наработки дисциплины. И вот тогда, когда человек получает дары и таланты, но он ещё использует дисциплину в жизни каждого дня, вот тогда Сатурн одаряет человека ещё большими глубинными талантами. Потому что очень многие люди приходят к какой-то зрелости определённой. Есть биологическая зрелость, есть социальная зрелость. Ну, а есть духовная зрелость Сатурн. И также он даёт нам различные возможности или ограничения по работе. Он даёт различные возможности заработать деньги. И также даёт определённый... Ну, я называю его кран судьбы, из которого вытекает струя энергии финансовой. И люди бегают иногда на тренинги, как больше заработать денег. Да, нужно ходить на тренинги обязательно. Нам выдано тело для самопознания. То есть нужно себя познавать, узнавать, какие склады у нас там на подсознании заложены. Это всё Сатурн. Мы делали когда-то какие-то действия, и они потом выстреливают. То есть Сатурн, он медленный, медленно, но верно дожидается какого-то определённого момента, чтобы выдать нам как подарки судьбы, так и то, что мы заслужили своими неправедными действиями. И, конечно же, он помогает, также даёт идеи в сотрудничестве с Меркурием, быстрым таким нашим интеллектом, как заработать деньги. То есть он в ответе за деньги, безусловно. Поэтому мы сегодня поговорим. Ведь это же бесконечные возможности. Но где нас Сатурн в чём-то останавливает, то тоже нужно иметь... Он хочет, чтобы мы проявляли свою мудрость, мудрость, зрелость. Вот об этом он. И когда мы идём по пути духовному, к духовному, то идём к пути зрелости. И тогда надо... Куда нужно вкладываться, а куда не нужно. Он в ответе за отношения. Все наши отношения в семье. Да, вот ребёнок пришёл в семью не просто так. Там сопровождают его те, кто и папа. И ребёнок растёт, но отношения с мамой и папой останутся всегда. Какие? Будет ли духовная зрелость, чтобы понять, что родители выданы не просто так, а всё тем же Сатурном, всё тем же распределителем и всё тем же эффектом божественным, который нам воздаёт, исходя из того, какие мы делали действия раньше. Значит, когда мы глубоко понимаем, как воздействует Сатурн на нашу судьбу, то когда есть духовная такая зрелость, то мы убираем все претензии вообще кому-либо. К родителям, к соседям, к государству. Мы просто иначе, более мудро, более зрело смотрим на эту реальность, которая нас окружает. И тогда, когда человек глубоко проникается, что же от меня хочет? Вот эта могучая, бесконечная сила, которая воздействует на мою судьбу, он начинает понимать, осознавать, что, быть может, я смогу сделать что-то лучше, я по сравнению с собой, лучшее ли я с собой. Вот это становится интересным. И понимая, что каждое слово, говорят слово неврадей, Сатурн проявляется в коммуникациях. Как мы общаемся, как мы в отношениях, умеем ли мы общаться. Когда слово вылетит, и если оно, как стрела, уже вылетело, то очень сложно вернуть его обратно. То есть коммуникация. То есть Сатурн везде, какую бы область, область мы ни затронули, везде будет его мудрое присутствие, и он наблюдает, как люди себя проявляют. В дружбе, с близкими, в работе, повсюду, куда бы мы ни пришли. Ну, осениваемые, начинаем, и семья всегда имеет наш контакт, даже если какое-то время дети имеют претензии к родителям, родители имеют претензии к детям. Вот сегодня можно, такой день, когда можно очень много изменить, потому что Сатурн влияет как на карму семьи, так же на карму нации, есть нации, есть карма страны, есть карма планеты. И вот сегодня мы говорим о том, что все эти аспекты, судьба планеты, судьба нации, судьба семьи, судьба каждого человека, вот сегодня мы можем входить во врата льва и что-то, оказывается, менять. Ну, и, безусловно, я должна сказать по Сатурну, он в ответе за болезни, потому что идёт отработка кармы здесь, в этой школе земной. Через что? Через материальное тело, тоже нам выданное, временно. Он хочет так, чтобы мы были мудрые, занимались и своим телом, занимались развитием своих интеллектуальных данных, очищали бы ум, для чего он дан ум? А ум, оказывается, чтобы его очищать. От чего? Если знание есть, то мы знаем, что есть от чего очищать. От нашего духовного эго. И Сатурн будет таким аспектом иногда поворачиваться к нам, говорят, фортуна повернулась к нему спиной. Ну, наверное, может быть, тоже заслужили, потому что здесь сделано всё, что человек идёт либо пути духа, но в том моменте его собственный скелет и в шкафах это залежи его эго. И поэтому к старости задумка Творца была, что старость есть только тело, но дух наш это тоже великая могучая сила, о которой нам говорит, если ищем знание Сатурн, что мы бессмертные, удивительные существа с бесконечными возможностями, но временно мы ограничены им телом, умом и нашими возможностями воспринимать реальность. Мы не всё видим. Реальность вовсе не такая, как нам кажется, что мы видим из двух окошечек. Смотрит наша душа, выглядывает, но на самом деле мы гораздо более величественнее и более могущественнее, чем нам кажется, то, что мы видим в зеркале. Вот об этом сегодня врата и вам. И добавлю только, что болезнь, смерть и рождение, смерть и рождение, рождение и смерть, а потом опять рождение и смерть. И вот эта бесконечная череда воплощений, закон реанкарнации тоже Сатурн. И как выйти, как освободиться из этого колеса рождение и смерть, тоже Сатурн. Посмотрите, сколько же могучих качеств. И сегодня эти могучие качества для тех, кто осознан, они могут удвоиться, утроиться. Но вот об этом мы уже поговорим о вратах льва. Да, благодарю вас, Анджиан. Вы в конце, может быть, поделитесь с нами, какие практики можно поделать. А мы сегодня сделаем, обязательно сделаем практику, сразу же мы говорили, что Сатурн хочет от человека практики. И, безусловно, он заставляет, заставляет жизнь, сложность жизни, и хаос жизни, заставляет человека прийти, найти время. Сатурн в ответе за время. И когда приходит время, то человек задумывается, но чаще всего он задумывается, а на что мне выдана жизнь? Какая цель моей жизни? Вот цель жизни, если у человека есть, то качество жизни будет другое. Но вопрос по качеству жизни и для чего мне выдана жизнь, это тоже мудрость по планете Сатурн. То есть вот такой он суровый наш учитель, но опять же, это аспект такой, который нам блага желают, чтобы незрелое человечество, которое бежит только за поверхностными какими-то благами, вот сейчас может прибежить к какой-то точке. Сегодня такой день, интересная точка наших возможностей, наших слабостей, имеем право, у нас у всех они есть, но чтобы эти слабости мы сегодня могли трансформировать в нашу силу. И очень много практик вы найдёте тоже на интернете. Сегодня мы с вами проживём очень интересную практику, так как мы все взаимосвязаны, и мы все взаимосвязаны нашими судьбами. Может быть, к этому мы придём, потому что человечество слишком разобщилось, и каждый бежал в своём ограде, как его лазьям на себя. И практика, которую сегодня вы получите, если вы захотите, вы поучаствуете в ней, она о том, что мы все взаимосвязаны, судьбы наших детей, наших предков, наших потомков, всё это взаимосвязано. И сегодня медитация для Земли, она помогает, как и уйти в глубину себя, ведь человеку предлагается проживать своим внутренним миром. А человек всё открыл глаза, и всё куда-то бежит. Убегает сам от себя и от того, ради чего пришла душа. Сегодня мы дадим маленькую, пятиминутную медитацию, медитацию для Земли. и это понимание, что я не один, капелька в океане, она только капелька, но сила океана в этой капельке тогда, когда мы все вместе. Человечество сейчас поставлено в такой кризисный момент с реальности, что если люди, те, кто поймут, услышат и прочувствуют, что нам нужно друг другу помогать, что нам нужно объединяться в такие содружества, в такие комьюнити, содружества, которые люди придут по интересам, куда-то вот это будущее Земли. Потому что выход всегда есть. Нам кажется только, что мы в каком-то безвыходном положении, да, потому что действительно ситуация простая, но вот сегодня лев будет наш. У кого львёнок, у кого лев могучий, у кого львёнок, который испугался, сегодня всем дана возможность, чтобы маленький львёнок превратился в огромного могучего льва. Итак, ворота льва льва. Что же я могу сказать, дорогие замечательные, все системы астрологические сегодня говорят, вот эта янская мощная солнечная энергия каждого 8 августа, каждый год есть этот пик врат льва. Но вокруг него, да, это не просто одно только число, сегодня одно число, как сливки, вот такого, да, процесса, сегодня концентрация. А сегодня оно почему особенное? Ну, потому что я сейчас не буду вас нагружать, как там планеты, куда они встали, потому что в джиотиш одно видение, а в западной планете другое. Я скажу то, что близко также мне, я беру от всех систем то, что я чувствую. Вот и вы чувствуете, чувствуете, что вам подходит и берите то, что ваше сердце, ваша интуиция вам подсказывает. Значит, сегодня по западной системе значит, Солнце, которое называется Сириус, которое больше, чем наше Солнце. Представляете, могучее, огромное наше Солнце, а ведь это звезда, это звезда для других планет. Так вот, есть Солнце, которое называется Сириус, и идёт выравнивание так называемое, когда много планет, парад планет, и наша Земля получает через огромное Солнце, которое ярче 26 раз, чем наше Солнце, посылает огромную волну в нашу Солнечную систему. Наша Солнечная система вся заполняется этой энергией. И идёт выравнивание энергии тьмы и света, любви и страха, красоты и убожества, потому что наша система здесь, это знак инь-янь, древние его показали, нет плохо, нет хорошо, но есть выбор, есть выбор, каким путём идти. Душа – это свет, это кусочек Солнца, это сознание Бога. И поэтому сегодня можно сделать практику, взять лучшее из того, что могучая, львиная вот эта энергия, это энергия вдохновения, это энергия решительности, это яйская мощная энергия света, время увеличения всех энергий, которые есть, через как бы линзу, такую линзу поставили, и сегодня Земля получает могучую энергию льва, она протекает между царством видимым и невидимым, то есть мы можем сегодня к ней все присоединиться, и идёт выравнивание между духовным и физическим царством, то есть можно и нужно сегодня посылать намерение по всем трём сутям человека, по нашей духовной сути мы можем сегодня писать, нужно писать, осмеливаться, да, представьте, лев готовится к прыжку, и он прыгает, разве можно что-либо, какие препятствия могут быть перед царём всех царства животного, да, ну, не просто так, если мы берём древнюю книгу Бхагавадгита, где Кришна, Господь, который принял форму, и форма его называется Шри Кришна, Кришна имеет имя, говорит, среди всех животных так, среди птиц я павлин, среди рыб в океане я акула, представьте, какие мощные образы, так вот, сегодня это время, представьте, лев и могучий лев, это время мощной энергетической волны идёт активация вот от солнца, которое называется Сириус, оно усиливается также у всех огненных знаков, но, потому что мне задавали вопросы, а что же там другие, да все получают сегодня эту энергию, просто и тех, у кого огонь есть, повнимательнее, повнимательнее там, потому что огонь может и обжечь, поэтому повнимательнее, восьмёрка о том, чтобы мудрость найти золотую середину, и золотая середина по, вот для каждого своя, да, поэтому свою золотую середину выстраиваем, так вот, это активирует энергии духовные, благоприятные для нас, как изобилие, плодородие, что такое изобилие, плодородие вселенной, но вот взгляните, сколько же звёзд на небе, они просто не знают, если мы подсоединяемся внутри у себя, активируем эту энергию изобилия, в индуизме она называется очень красивым именем Маха Лакши, богиня Лакши, богиня изобилия, плодородие, и эта энергия, она также и в духовном мире, и в проявленном физическом мире, то есть человеку дана всегда возможность развивать в себе и духовное богатство, и также и сегодня особенный день, когда можно и нужно ставить аспект на наши материальные богатства, но чтобы всё это циркулировало, и также эта энергия очень мощная в самом процессе вознесения нашего сознания человеческого для тех, кто готов. Всё по готовности даётся, поэтому лев-то готовится к прыжку, но те, кто не готов, те остаются в своём выборе оставаться жить в плену своих страхов, потому что опять либо энергия мощная это лев, либо противоположная энергия, и её называют энергией А-Лакшми. А-Лакшми это скудность ума, это нищета разума, это некрасивые энергии, разрушения, это эгоизм, это лев, могучее животное, всегда они живут в стае, много длится, идёт могучий лев. Это очень благородная энергия, это энергии, безусловно, сердца. Помните даже в тёмные века из сказок или из истории к нам дошло имя Ричард Львиное сердце, благородный рыцарь, рыцарей круглого стола король Артур и вокруг его рыцари, то есть вот такие благородные рыцарские качества человеческие, поэтому эти энергии активируют наше высшее сознание, наш духовный разум, не просто как где-то как-то выжить, сколько веков человечество живёт с этими убогими энергиями, лишь бы выжить как-то и страхи сжимают сердце, это противоположная энергия Льву, да, поэтому сегодня я написала выбор за вами, что мы выберем, у нас есть свободный выбор, нам даётся реальность, как мы будем её наживать, это наш выбор, наш свободный выбор, и сегодня также эти энергии, если бы мы заговорили о планетарном интергалактическом влиянии космоса на нас, маленькая голубая планета Земля, и сколько же сейчас происходит на ней событий, какое огромное могучее идёт влияние, да, идёт смена рас, смена ДНК человечества, и я попозже поговорю об этом, напомни мне об этом, пожалуйста, Кареночка, мы с альбомом разберёмся, а потом уже какие-то уже пытали проговаривать, то есть пробуждается, когда иное, иные программы ДНК лучшие качества в нас, лучшие качества, и мы потом поговорим, да, что есть силы заинтересованные, чтобы лучшие качества в человеческой никогда, не то, что они набрали эту мощь и активацию, ну, как бы вообще забыл о своих качествах. Так вот, и сегодня мы сонастроимся с этой мощной энергией необычного новолуния в альве портал 8.8. И новолуния это всегда время для чего-то нового, и нам можно и нужно написать, что старое я готов отпустить, что я готов, это как в шкафах всегда переоценку, что там завалялось, не ношу несколько лет, зачем висит эта вещь. Но это мы как-то понимаем. А представляете, сколько у нас там схем, паттернов ненужных, хлама внутреннего, который, если человек не очищает свой ум и подсознание, да, и ты знаешь, Калиночка, у тебя профессия очень интересная, да, мы работаем, когда с подсознанием, психологические вещи, это наука интересная, но если человек идёт к психологу, а потом тоже ничего не делает, какое будет изменение? Так вот, в сознании у нас есть огромное количество схем, нас ограничивающих. Такой же хлам, ну вот мы видим, который нам не нужен, мы вычищаем. Так почему же человеку не приходит в голову регулярно также очищает свой хлам, очищает свой ум, очищает своё внимание. Вот сегодня тоже опять же, видите, какой я сегодня моторчиком подталкиваю, но опять же уважаю ваш свободный выбор, войти в практику или нет, потому что после эфира вы можете сделать гораздо больше, чтобы войти, это сила пробуждения льва, наших мощных качеств, как творчество, щедрость, духовная щедрость здесь сколько, если бы не было меценатов, не было бы, наверное, ни музеев, сколько сокровищ там хранится, то есть вот эта энергия щедрости опять же везде и духовная, и у того, у кого есть финансовые возможности, она должна быть обязательно проявляться для людей помощь. Это царственная энергия без страшия, без страшия, я подчёркиваю, не без, страшия, смотрите, какой великий русский язык, а без страха человек идёт, проживает теперь и сейчас и нарабатывает себе бесстрашные львимые качества, потому что как бы сложно представить льва с поджатым хвостом. Да, Вот. Итак, сегодня число силы для всех и это волшебное бремя, как для воплощения ваших намерений, то есть вы можете конкретно взять бумагу, ручку, да, Сатурн говорит, практику входим, и пишите по трём ипостасям, треугольничек, когда мы сделаем такой, внизу физическая часть, психоэмоциональный, ум, да, разум, а ещё есть божественный разум, а ещё есть наша духовная часть, которую мы больше всего забываем. Вот сегодня найдите щедро с любовью, с уважением, да, найдите себе возможности, что вы можете отпустить, какие ваши плохие проблемы, честные и самая гениальная вещь, потому что другим мы можем спрятаться, мы можем надеть маски, сами от себя разве мы можем убежать? А кто нам может рассказать, от чего убегать, от кого вернее мы убегаем, от самих себя, есть или нет божественной внутри наша совесть? То есть это и есть, что ты, когда мы можем внутри честно признаться, что что-то мы так не и все. пишем, можем потом сжечь, можем потом отпустить любовью. Опять же, новым, мощным, щедрым энергиям могли бы войти к нам наше сознание. Могли бы повторить буквально про три уровня еще раз, просто интернет зависало. Про три уровня. Сейчас вот я написала для себя такой треугольничек, можете нарисовать и написать рядом треугольничком, где есть тело внизу, такой плотным можете нарисовать. Второе ум, чувства, эмоции, разум. Второй уровень. А верхняя часть пирамиды это духовный разум, духовные богатства. Духовные, да, то есть три составных ум, три человечества, три единства. Но так как мы уделяем внимание больше всего нижней части проявлению телу, материалу, желанием, ну как бы ещё вот мы проявляем тоже себя на интеллектуальном уровне. А душа-то как? Вот посреди всего этих трёх уровней есть в глубине нашего сердца, в глубине нашего сердца божественное присутствие. Да, так ему можно прийти только зрелостью с божественным разумом. так Бога. Атма наше высшее Я. И вот сегодня вот эти самые лучи с этой волшебной планеты или солнца звезды Сириус дают возможность наш духовный разум пробудить, чтобы мы обратились к нашей сути, к нашему высшему Я. Атма это наше высшее Я. Это и есть искорка Бога. Она запрятана глубоко-глубоко, поэтому только по зрелости духовной мы можем прийти к пониманию, что мы можем и нам необходимо оказывается, если мы достаточно зрелые, искать связи с нашим высшим Я. Потому что дух внутри, даже слово одухотворение, что же мы здесь делаем? одухотворяем это тело. Когда дух в этом теле, тело останется, а дух то с ним будет. Вот это и есть. Мы все кусочки Бога. Это мы и есть это сознание, этот свет. Поэтому сегодня в ваших вот этих трех уровнях вы можете записать, что у вас есть намерение, если оно у вас есть, потому что вы свободны, можете услышать эту информацию, но если у вас вам не откликается, значит, все по готовности, но сегодня есть такая возможность обратиться к нашему высшему Я, потому что сила есть как наверху, наше высшее Я соединяет нас с истоком, соединяет нас с нашими проявлениями лучших качеств, потому что высшее Я это и есть божественное сознание, этот свет в нас. Ну вот, я даже не знаю, меня однажды спросили, вообще зачем мне это, для чего мне это нужно, это высшее Я, да, потому что люди задают вопросы, хорошо, что задают. У тебя бывали такие ситуации, Карелечка, вот ты объясняешь что-то человеку, а тебе человек говорит, а зачем это мне нужно? Бывает? Не спрашивали, но без этого нет наполненности Души, сердца, любви, нет этих всех чувств, благодарности, без связи с высшим Я, без божественной части внутри себя. Конечно, нет наполненности, ведь это о Духотворении, говорили в «Неврата льва», что есть возможность, когда мы выходим на уровень более глубинный, на ту ипостась, основную, да, ось, что крутится, тело вокруг этой оси, да, материальное, наши психоэмоциональные все качества, но без Духа там нет ничего, оно, это ось этого колеса, на котором все станет. Если бы когда нет Духа, то, говорят, да, он ушел, или как бы душа не ухудшила, тело, оболочка остается, о которой мы, как о том изношенном платье уже не соединуем, и Дух продолжает путешествовать. Но вот когда есть соединение с высшим Я, знаете, что происходит? Жизнь становится, во-первых, более стабильной, я иногда спрашиваю, спокойно и безмятежно, ну, вроде как сумасшедший дом, но вот эта практика быть на связи, на коммуникациях, со своим высшим аспектом, это и есть та ось, которая дает вот это состояние внутреннего счастья, внутренней безмятежности, и за это за всё стоит, есть цена, за всё есть своя цена. Это дорогого стоят эти качества, потому что только практикой в жизни каждого дня находятся плоды этой практики. За этим стоят годы медитации, за этим стоят годы практики, которые не делаются просто технически, да? Наши всегда говорят, нам выдали такие практики, как атма, крия, йога. Это удивительные практики, они помогают нам связаться с нашим высшим аспектом. Атма, высшее я, крия, очищение, так надо делать очищение. Йога – это связь, йога – это связь, союз с этим высшим я. Но если не делать крию, очищение в практику, когда мы не садимся, оно как бы само по себе как-то ничего не нормализуется. Поэтому нужно пройтись в практику. И за всё есть своя цена. Но тогда, когда вы трудитесь во благо преображения вашей души, преображения, какое красивое слово, преображение вашего сознания, начнешь, чтобы преображать животную природу человека в человеческую и в божественную природу. Только говорят о том, чтобы человек проснулся и своё духовное я, высшее я, проявил. Все говорят о божественности, но вот потому что наша высшая я знает то, что лучше для вас. Мы забываем здесь, а лучше для нас это то, что пусть нашей души, то, что душа выбрала сценарий до прихода сюда, но здесь ум слишком силён и привязан к своим старым паттернам, которые можно отпускать там, где второй уровень ум. Если у нас есть разум, то это уже всё-таки поинтереснее, чем просто ум. Ум бежит, хорошо, плохо, хорошо, разум более глубокое понимание. Вот сегодня можно написать, что вы можете конкретно сделать для очищения вашего ума. как вы можете сейчас сделать то усилие над тобой, над собой. Сатурн про усилие тоже, да, что посеешь, что и пожнёшь. Колючки посеяли, что же там, кактусы, когда одни получаем, но как жаловаться-то. Вот, поэтому можно поработать для самого себя. И, да, свершим я даёт нам иное качество жизни, иное качество проживания реальности, потому что сотворяя из этой реальности, когда вы чувствуете уже подсказки в жизни каждого дня, то есть вы садитесь, вы берёте время для встречи с самим собой, медитации, просто по ветре или мода какая-то, а человека загнали в угол, скажем так, да, сложностями, непонятными для ума, тупиками, а вы понимаете, как выйти из этих ситуаций, а вот когда человек берёт время для того, чтобы встретиться со своим бывшим аспектом, начинает идти вот в эту глубину себя, у каждого есть свои практики, я говорила про атмакри, но кто-то идёт другим путём, кто-то идёт другими практиками, всё правильно для всех вас, высшая ячь подсказывает нам, тот путь, который вы избрали, он правильен для вас, делайте только очищение, кри это могучая практика, делайте ваши кри, ваши очищения, какой бы религии вы не принадлежали, потому что здесь выдано, и Господь Бог, он не мусульманин, он не христианин, он не принадлежит ни к какой национальности, но тоже прийти, это же зрелость, поэтому все те, кто бьют кулаками по столу и говорят христианские священники, йога это грех, ну как бы можно посострадать, причем на полном серьезе, индусы читают, что в Индии читается, что мы живем в мае, в огромной матрице, где много иллюзий, мы живем в теле у Бога, в Бхагавадгите описано, что кроме Бога здесь ничего нет, здесь мы живем в теле у Бога, и это описано в древних сакральных текстах физических, но откуда взялся термин матрица, да, взялся термин матрица как фильм, то есть как что-то негативное, это система, система контроля человека, она есть внутри, а она вообще ниоткуда не взялась, она была всегда, потому что есть древняя какого, что есть два волка, есть белый волк, есть черный волк, какого волка ты будешь кормить, да, ты слышала такую притчу, я думала, честно, да, правда, какого волка будет кормить, белого или черного, то есть как бы они все время есть постоянная агрессия, может быть злость или что-то такие качества проявлять, либо белый наоборот, практиковать любовь, очищение, благодарность, но дело в том, что все равно мы остаемся на уровне ума, белое или черное, да, нам нужно содержать наш ум в пистоте, чтобы белого волка кормить, чтобы он был позитивным, нужно очищать сознание, а это уже не белое, не черное, это божественное, я как преподаватель, практик атма кри, я говорю об этом, то, что мне близко, то, что я с конца 90-х годов, прочитав книгу «Автобиография йога», она перевернула мое, безусловно, все сознание, потому что это были подсказки высшего «я», и это наши антенны, которые, когда мы получаем, ум нужен для того, чтобы мы получали, кормили нашего волка интересными выбором книг, интересным выбором фильмов духовных, которые очищают тоже нас, которые выбирали наши сожжения, но практика выход из белого и из чёрного на нашу суть. И высшее «я», оно даёт возможность, чтобы вот ваш пазл внутренний сложился, чтобы была гармония и на физическом плане, и на интеллектуальном, и на духовном. Кто-то скажет, «Еужели возможно?» Возможно, потому что когда мы выходим на эту глубину, тогда происходит синхронистичность. Откуда она берётся? Ну, потому что здесь закон синхронистичности, ну, например, быть в нужном месте в нужный момент с нужными людьми. Как это, чтобы эта синхронистичность, как это, чтобы удача была? Это ваше высшее «я», оно нужно, чтобы как бы к нему доступ был. Там завалы, огромные завалы всех наших ложных убеждений, всех наших пандеметров, которые заставляют человека не проживать белого волка, да, а низшие наши животные такие, этот чёрный волк, он сидит там. Вот, кто-то посадил в эту клетку ума. Ну, когда-то это произошло. Вот, поэтому я хотела перейти на несколько другое продолжение темы. Если есть какие-то вопросы по вот что сегодня нам написать, что я отпускаю, да, два волшебных слова, отпускаю и тогда позволяю. Значит, в последнее время на земле, скажем так, чёрные волки или те, кто кормит чёрных волков и те, кто заинтересован в том, чтобы чёрные волки процветали, а белые где-то там несчастным самым образом в клетках умерли, было сделано огромное, ну, запланированное тоже, нападение на планету Земля. А неожиданное, значит, то, что происходит на Земле, многие астро-психологи знали, многие видящие люди. Тут я, наверное, скажу, что такое видящее. Леонардо да Винчи, великий посвящённый, много веков сказал назад, есть люди видящие, но есть люди видящие и не желающие видеть, а есть люди вообще ничего не видящие. Поэтому я сейчас перейду на момент того, вот как я и сказала, что я перейду на тот момент, что происходит, в какой точке спирали развития находится наша планета. Что это такие, которые не желают, чтобы человечество вышло на иной выход, на лучшие качества свои. Что происходит на планете Земля, и происходит это не один век, потому что чтобы понять, что ни белое, ни чёрное, это всегда вот этот символ инь-янь, он такой архетипальный, но чтобы мы поняли, что все силы есть здесь, они всегда были. Выбор всегда есть идти путём света или идти путём тьмы. Просто мы живём, опять же нужно, чтобы не было синдрома жертвы, потому что я слушаю некоторых лекторов. Да, многие говорят какие-то правильные вещи, но если мы будем чувствовать себя жертвами, что мы несчастные, что тут над нами эксперименты делаются, да, делаются, а это планета, школа, где всегда были на этой планете огромное количество экспериментов, генетических экспериментов над теми, кто мы называем люди. люди. Но на этой планете ходят и нелюди. И давайте не будем проживать в иллюзиях. Но кто не люди, ну они тоже имеют право как бы быть, существовать. Опять же, давайте, если мы возьмём символ инь-янь, тьма и свет, свет и тьма. Это есть и в каждом человеке, и есть снаружи. Если мы возьмём ведические знания, то четыре сезона космических, я говорила в каком-то эфире об этом, что есть юги или космические циклы, мы же не имеем претензий к тому, что есть четыре сезона на планете Земля, когда мы просто одеваемся адекватно, исходя из того, что происходит. Есть огромная юга, сатья юга, наполненная благостью, духовным разумом человека, огромной связью между Творцом, Истоком и этой искоркой. Даже и тогда появляется что-то тёмное. И с каждой югой, а не огромные эти циклы, появляются тёмы больше. Дхарма это на Санкрите долг человека перед своими близкими, перед обществом. Душа имеет долг перед Богом. Всё, но это было интересно людям тогда, когда духовный разум был высоким. А сейчас людям это неинтересно массе людей. И только масса в группе душ всё-таки остаётся актуальным, что тоже нормально, потому что мы живём сейчас в период зимы сознания, кали-юга, или цикл, когда сознание человека падает. Далеко это не нужно, мы смотрим наоборот, и это общество сейчас приведено в тупик, тоже не просто так. Почему я так, скажем, безмятежно верю, не наивно, а почему я так уверена в том, что будет, не будет, а есть победа света, и победа света за теми, кто осознанно идёт по этому пути. Да потому что помудрее нас были просветлённые мудрецы, космические телепаты, которые в своё время, когда было больше света, они, зная, что придёт этот период тьмы, зная, что масса людей побежит кормить своих волков, подкармливать тёмных, и откроют врата для тех, кто будет давать пищу, кто будет манипулировать людьми, кто будет давать пищу, чтобы чёрный волк рос. Всё это было просчитано уже давно и расписано. Так вот, в этот тёмный век Кали есть вкрапление золотых знаний. И эти нисходящие знания сегодня в день могучих врат льва, когда раскрывается возможность подсоединиться к этому золотому потоку изобильных энергий просветления человечества, те, кто имеют уши или чувства сердца свою, интуицию подсоединяться осознанно, освободив твои клетки, наполненные страхом осознанно, потому что сказали мудрецы, что будет тьма, но будет вкрапление золотое или золотой век, и мы входим в него. А это означает, что процесс ломки, он сейчас идёт, а кто сказал, что будет легко? Процесс ломки старого, за которые так люди в страхах уцепились, они не смогут прыгнуть, как лев, потому что они пленники своих страхов. То есть чёрный ломок, он сидит, белому говорит, сиди, не видайся. И вот сегодня наш свободный выбор, осознанно раскрыв руки, осознанно раскрыв сердце, сказать моё чистое намерение подсоединиться к этой силе высшего Я, подсоединиться к этим великим могучим потокам божественной золотой энергии. Это энергия, которая несёт в потоке тех, кто к ней осознанно подсоединяется. И поэтому победа света, несмотря на то, что такая тьма стоит, казалось бы, и столько манипуляций происходит с человечеством, несмотря на это, победа за светом состоится. И состоится она не через кого-то. Да, нам нужно подсоединяться к нашим ангелам, архангелам, джепейсикам, да, и мощным силам, которые помогают нам соединиться с Господом Богом, с высшим Я. намерение сегодня, даже если у вас нет качеств ваших ангелов, многие, кто приходят на консультацию, я всем даю помощь, конкретные качества вашей души, что нужно через эти все непростые опыты наработать, какие качества, что, если мы в синдроме жертвы, то мы никуда от этого не уйдем, да, то какие-то злые, оно фильмов, да, фильмы все об этом, что тьма наступает и что свет либо сопротивляется, то есть я вот два дня назад пошла, я давно не была в кинотеатре, потому что тут локдаун, куда-то никто не ходит, и я очень селективно отношусь, какую информацию я заложу в свой мозг, потому что и так туда закладывают столько, что мы можем сейчас выбрать или смотреть, слушать зомби-бокс, который что делает, кормит страхами, программами психического нападения на людей, шантажа на людей, тот момент, что абсолютно идет процесс сейчас сильный, негативный, разве можно это отрицать? Нет, да, вакцины это биологическое оружие против человека, да, сейчас идет то, что человеку, человека ставить в такой цепь, в такой тупик, не давая ему права выбора, не давая права выбора, хочу я сделать прививку или нет, это ваш свободный выбор, исходя из вашего мировосприятия и умонастроения, и каждый месяц иметь выбор, что происходит сейчас, мы пришли в тот момент, когда-либо силы света приходят и устанавливаются через наши сердца здесь, через наше бесстрашие, через наше сопротивление тому божественному порядку, который каждый человек в своей свободной воле имеет право пронести через свою жизнь. Да, сейчас было описано, и те, кто делает эта компания, они как бы не прячутся, это энергия, а, лакшми, это энергия нищеты духа, которую они здесь прославляют, это энергия разрухи, нищеты человеческого духа, которой сделано всё, чтобы люди упали в духе. Сегодня у нас есть возможность перейти через свои барьеры, я бы многим страшно, имеем право, но лев готовится к прыжку, и он прыгает, он прыгает в самую сердцевину своих благороднейших качеств. Три дня назад я пошла посмотреть фильм, я начала говорить, просто потому, что почувствовала, просто потому, что была, речь шла о том, о рыцарях круглого стола. Я подумала, как интересно, что это там французы вспомнили о таких энергиях, прям как раз в период врат льва, он будет ещё длиться до 25 августа, и, то есть, это период, когда люди могут соединиться каждый своим образом. я пошла посмотрела этот фильм, вначале я хотела уйти из зала. Французский юмор, их, как бы, я со стороны посмотрела, ни плохо, ни хорошо. Когда мы посоединены к нашему высшему я, это наблюдатель. Да. Он наблюдает всё, что происходит из нашего сердца, поэтому плохо ли, хорошо ли, просто ты чувствуешь, подходит или нет. И вначале я посмотрела фильм, думаю, ну, какая-то ерундистика, мне это неинтересно. Потом всё-таки думаю, посмотрю, что происходит вообще, причём здесь король Артур, рыцари круглого стола, и знаете, что интересно, что сделали французы? У них тут жестокое, рядом с нами, я во французской части Швейцарии живу, Франция рядом. Значит, то, что французы бьют по голове Макрона, не стесняясь, они народ эмоциональный в отличие от швейцарцев, которые тоже, кстати, стали выходить на забастовки, которые тоже стали иметь право вдруг, вместо того, чтобы прыгать под поезда, здесь огромный, как я уже говорила, в Швейцарии огромный уровень нелюбви к себе, прыгают подростки под поезда, огромный уровень суицида, любви не хватает, поэтому нужен везде, в каждой стране. Рядом французы, значит, они всегда очень боевая нация, они вечно делают забастовки. Так вот, они сделали такой хулиганский фильм с хорошей точки зрения, они показали, что король, король Артур, он в депрессии, в суицидном состоянии, рыцари разбежались все, значит, все в полном страхе, живут как партизаны. Я вспомнила, когда Наполеон наступал на Россию, что сделали русские люди тогда против великолепной армии французов красивой. Партизаны делали сопротивление. Французы сделали фильм, чтобы точно так же от этой тьмы, которая наступает на пятки, которая ставит всех в состоянии, когда люди не знают, что делать, что уже король Артур и рыцари круглого стола, потерялись они вот в этой, да, в этом страхе, разбежались по лесам, но они под землей делают сопротивление. Показали очень символично тот, кто, значит, ту страну возглавляет. Они сделали костюм человеку, у него только глаза торчат, но сделали почему-то очень похожим на Макрона, почему-то каким-то странным образом, и сделали ему костюм, казалось бы, средневековый, у него только торчат одни глаза, а вот тут такая ящериная кожа, рептилоидная. Очень интересно. Да. Очень интересно. И ходит совершенно со стеклянным взглядом абсолютно бездушное, бездушное существо в этом рептилоидном каком-то инопланетном костюме. Я подумала, какие же вы молодцы, французы. Значит, борьба идёт между злом и добром не одно столетие. Этой планетой, да, манипулирует огромное количество сущностей невысоких цивилизаций. Высокие цивилизации смотрят на нас, как ангелы наши, и наблюдают за нами, как мы сможем здесь. С их помощью, конечно, есть все силы света сейчас переживают за планету Земля. Как мы справимся с этим гнётом мистеров икс, мистеров смитов. Это было показано уже людям в конце 90-х. Матрица, я всегда говорю, ну, посмотрите фильм. Всем сейчас можно стать героем Нео, выйти на Нео новый, на новый уровень вибраций, избавившись от старых паттернов. Потому какая разница, кто манипулирует, как они называются. Рептилоиды, да, вот сделали они главного этого героя. Да, они есть. Авторы фильма Матрица сделали позже фильм Юпитер Возносится. Если хотите, посмотрите. Ну, не вечером, чтобы ужастиков не смотреть. Да, они есть. Но прожить опыт на планеты Земля не поле перейти. И мы сейчас проживаем время, когда чётко организованная структура делает всё, чтобы люди засели у себя по домам, закрыв нам абсолютно рты, чтобы мы не смели что-либо сказать. То есть идёт чёткая манипуляция человечеством и ставит человека в ситуации, когда выбора нет. Казан, выбор есть. И выбор этот. Он у нас нет. так что понимание, что сейчас это идёт золотое вкрапление и какие бы манипуляции ни были, как бы ни называли это третьей биологической войной против человека, а они не скрывают. Они как бы перед ней и никто и не скрывает. 20 лет назад чётко сказано, что будет на Земле, что нужно планету проветрить для их проживания, а мы едоки, поэтому людей убирают сейчас различными способами. Это если волки белые и чёрные. Вспомним символ инь-янь. Наша живая планета, наш выбор, наша бурьба. Сма и свет, это всегда на этой планете были, есть и будут происходить, будет борьба. Но наш выбор за нами. Если это выбор сердечный, если это выбор нашего бесстрашного сердца, тогда мы сможем все вместе в единой семье нашей, семья человечества, то, что древние мудрецы, на сантрите это звучит красиво, басудэва кутумбакам, чтобы все дети Господа. И вот сейчас век водолея приносит людей, тех, кто готовы, приносит нам вот этот вкус к единству, этот вкус к уважению, этот вкус к любви, что семья людей единая, что все вместе мы сила, что все вместе мы можем остановить вот эту тьму нашим сопротивлением. Кто выиграл, когда Наполеон напал на Россию? Хорошо обученная армия Наполеона? или сопротивление делал? Кто выиграл Вторую мировую войну? Давайте вспомним. Я недавно, когда был праздник Победы в России, здесь не празднуется этот праздник, но так как очень много связи у меня есть с Россией, хотя я не езжу, исходя из числа восемь, так влияет на мою судьбу планеты Сатурн, я не езжу в Россию, но связь с тем местом, где мы родились, к родине, пусть это уже утеряно, быть может, для многих понятия, как многие понятия священные, но я 9 мая я вдруг случайно, знаете, я даже употребляю, но лексикон не случайно, мне попался на глаза гимн Второй мировой войны, а вы посмотрите, вы посмотрите, какая мощь была сопротивление тьме, прочитайте гимн на тот момент, пусть вам тоже это будет силой, потому что всё повторяется, спираль человеческой эволюции всегда идёт спад, да, то есть в Багово Гите Господь говорит, я творю, я поддерживаю, и я же разрушаю, всё в руках Бога, если у нас его есть присутствие, то наша обязанность, наша харма, наш долг соединиться, иметь эту связь, да, и с током, и этой искрой. Вот в этом будет наше знание законов мироздания, это замечательно, но нужно знание законов здесь, и если кого-то притесняют и заставляют и шантаж, что вы не можете выйти на работу, то нужно знать, иметь знание законов здесь, возьмём это. Я не знаю, сколько талантливых юристов оставляют помощь людям, всем, чтобы все получили бесплатную помощь, какую вы можете, зная законы, иметь сопротивление, чтобы постоять за себя, это львиные качества. Вы видите, сколько всего интересного на самом деле, если собрать воедино, то пазл бывает на наших глазах светлый, божественный, поэтому у нас всё получится и победа за нами. Спираль эволюции будет происходить, и давайте я вам скажу ещё одну подсказку. Не все это воспримут, я тоже уважаю мнение каждого человека, но скажем так, опыт наблюдателя, бесстрастного свидетеля, который смотрит из нашего сердца за всем, что происходит, даю вам такую волшебную подсказку. Для кого-то может быть хорошая помощь. Мы смотрим на спираль эволюции со стороны, и это означает, что все опыты нашей души происходят в теперь и сейчас. И сегодня для тех, кто готов воспринять эту информацию, мы можем просто со взглядом наблюдателя соединиться с нашими лучшими, наимудрейшими, наиразумнейшими аспектами тех воплощений, которых мы не помним, мы забыли, но мы были удивительными в другие эпохи, когда другие цивилизации, мы были здесь, у нас есть огромный опыт уже, как проходить сквозь тьму вот этими лучшими божественными качествами. И когда вы будете по духовным качествам своим писать намерения, вы можете сказать, я обращаюсь к мудрости, к свету, к силу, мощи, веры, веры, вера это ваши возможности и вера это ваши все, это сила, которая поможет, позволит вам пройти. Вы обращаетесь к самому мудрому аспекту всех воплощений, которые происходят теперь и сейчас. Опять же, если мы просто смотрим со стороны, мы видим эту спираль, и на всех этажах все наши воплощения происходят в действительный час. И если вы верите, это я сказала о силе веры, веры, а вера строится на знании, на высоком знании, поэтому есть знание, что нам не просто так мудрецы подсказывают теперь и сейчас, теперь и сейчас происходят какие-то удивительные открытия, какие-то удивительные соединения, вы можете сегодня сказать, просто послать чистое намерение души и просьбу вашему высшему я дать вам одухотворить ваш путь самыми лучшими качествами ваших реакорнаций, самый мудрый, самый лучший, самый щедрый, самый богатый, который знает, быть может это в будущем, быть может это когда-то в других цивилизациях, когда мы проживали в других циклах, когда у нас было больше мудрости и больше света, а может быть это наше будущее, поэтому если вам эта подсказка говорит, вы можете обратиться и попросить силу теперь и сейчас, чтобы она у вас закрепилась, заякорилась в вашем разуме и в вашем сердце. сердце, да. Потому что когда душа просит, ей Господь не отказывает. Ну и последняя подсказка, так как восемь это карма, карма это действие, карма это мысль, подсказка из Бхагавадгиты. Подсказка из Бхагавадгиты состоит в том, что мы отдаем это в руки Бога. Я говорила, но это не всегда до нас доходит. Или в индуизме мы отдаем к стопам Господа, то есть нам это не принадлежит. Мы отдаем все действия и все наши чувства либо в руки Господа, либо к Его стопам. Мы становимся недеятелями, мы уходим из-под кармы, из-под влияния, плохо или хорошо. Мы становимся свободны из-под кармы, когда мы приходим на смиренное понимание, что я Дух, я здесь неделатель, делает все Господь. Я неделатель, делает все Он. Приходят ситуации, все в Его руках, я иду на пути дали. Но чтобы встать на путь дали, надо ум плохо хорошо и страх дать. Даться, как чтобы эта полная сдача произошла. Как? Надо сказать, я сдаюсь, Господи. Я знаю, что это не полное сдача. У тех, у кого есть садгуру, они служат для того, приходят эти великие мудрецы, помочь нам избавиться от нашего эго, от ложного эго, от наших иллюзий, что это мы все делаем. Еще очередная иллюзия. Здесь мы создающие, поддерживающие и разрушающие. В индуизме это рамма, нишну, шея. Кстати, это первое творение. Когда есть вот такое видение мира, этот опыт есть не у всех, поэтому я понимаю, что сегодня кому-то подойдут подсказки, кому-то нет, каждый проживет на том уровне сознание, на котором мы находимся. Это неплохо, хорошо, это так, как должно быть. Поздравляйте себя, гордыня это одно, а гордость за то, что благородство, да, благородная наша часть, которая говорит, вот я по сравнению с собой сегодня нахожусь в таком-то, в такой точке своей эволюции. я прошу воздать, да, то, что я уже работал или что я наработаю, но все плоды я отдаю или в руки Господа, да, или к стопам, лотосным стопам либо своего садгуру, либо к стопам Господа. На санскрите это звучит Кришна Арпанамасту, садгуру Арпанамасту. Я отдаю, я все отдаю, свою жизнь, свои действия, свои чувства, потому что высшему я лучше знать, как есть через меня, просто стать каналом, провести так этот опыт который уму с белым с черным тролком не поднять, а высшему вы все так что все отдавая и что нам не принадлежит это освобождение дармы. Вы можете это делать не только сегодня, а в жизни каждого дня. Отдав утром намерение все, да, и вечером все, что вы сделали тоже, все туда же, все к стопам Господа. Отважаем. Как это я у нас? Ну что же, у нас есть проведение пятиминутной волшебной медитации? Да. Значит, перед тем, как дать эту медитацию, значит, эту медитацию на землю, на мать землю, очень многие уже из вас прожили. Те, кто приходят на практики ом-чантинга, те, кто уже получили доступ к этой медитации, знают, что на душе хорошо, когда мы послужим. Душа хочет служить. И когда мы приходим на ом-чантинг, когда мы поем, очищая пространство своем, соседа, группы, земли, а потом еще даем эти энергии, силы, света, щедро отдаем земле, матушке, то на душе хорошо, да, потому что мы подсоединяемся к нашему высшему аспекту. Душа хочет всегда давать, всегда служить. Ну а личность? Вот мы смотрим, куда общество пришло в своем эгоизме. Личность все хочет только для себя. И вот перед медитацией я хотела сказать, да, планета сейчас очищается. Очищается через те стихийные бедствия, которые происходят. Да, и вот кровь и слезы, которые земля, вот знаете, как животные стряхиваются, да, чтобы новое дыхание было. Вот точно так же сейчас планета, которую называют Гайя, или Пхулока, Мритюлока, Притвилока на санскрите. Названия не важны. Мать, земля, мы все ее дети. Сейчас надо помочь этому процессу. Наше ложное эго, когда боится, мы сопротивляемся этим процессам. Высшее Я знает, что победа за нами, что Господь Бог все делает, Он пронесет своего преданного через все вулканы, извержения, все стихийные бедствия, где бы мы ни были. И поэтому сейчас Земля обязана сейчас стряхнуть себя, да, все, через все вот эти стихийные действия, чтобы человек тоже смог быть в синхронистичном, гармоничном потоке с изменениями. Сегодня такой день, когда вы можете сказать, я в одном с тобой настроении, я иду в потоке с этими изменениями. Самое главное качество Льва сегодня для вас будет, что вы захотите, если вы захотите, идти в гармонии, в потоке трансформации и изменений. Вот тогда вы и будете вынесены самым удивительно волшебным образом вашим Высшим Я через все ситуации, которые непростые. Ну что, начнем нашу медитацию. Тогда, Калиночка, у тебя есть музыка, я попросила тебя, если возможно, музыку мы ставим. Эту медитацию для тех, кто хочет, у вас есть ваш свободный выбор, если хотите, вы можете сейчас сесть, это пять минут. В медитации всегда приходят какие-то озарения. Планеты так интересно стоят, что то, что мы даже представляли, оно может и к вам. Приходит такое интересное новое. Будем открыть поэтому. Поэтому посидим тихонечко и вначале Кареночка, ставь нам музыку. А вам не слышно погромче, да? Не слышно, можешь делать громче. нет, не слышно ничего. Ну что ж, тогда сделаем, мы можем сделать это и без музыки, потому что музыки не слышно, это всего пять минут. Без хорошо. Парится там и все. Ну хорошо. И то, что мы подарим эти пять минут практик, практика поменяет жизнь. Медитация на мать земли. Пять минуты. Так, потом мы вам покажем мультик, мультик на английском, и поэтому потом вы просмотрите, Кареночка его приклеит к этому эфиру, и можно будет войти на сайт, где можно зарегистрироваться. Это и есть наше комьюнити, наше сообщество тех людей, которые открыты к изменениям, которые хотят подарить в жизни каждого дня, быть может, изменяя судьбу, мы изменяем судьбу Земли, вот эту пятиминутную медитацию. Итак, сядьте, пожалуйста, прямо. Закройте, пожалуйста, глаза. Ну, закрыв глаза, мы сразу чувствуем, что нам не надо ничего понимать, мы просто будем ощущать и чувствовать. Мы сделаем с прямой спиной, поставим, не перекрещивая стопы, спинка прямая, бородок чуть поближе к груди, закрывая глаза, сделаем, пожалуйста, глубокий, глубокий вздох. Глубоко, глубоко, не стрессуя плечи и глубокий выдох. Почувствуй, как ты освобождаешься от всех напряжений, накопленных сегодняшнего дня и всех твоих опытов. ладони и теперь поставь, пожалуйста, ладони на середине твоей груди и ладони одну напротив другой на уровне сердца, твоего духовного сердца, которое находится в середине твоего существа. представь между ними нашу планету, голубую планету Земля, красавицу голубую с длинными энергиями глазами. Из своего сердца направь, пожалуйста, мать и любви, свою любовь и благодарность. Вздох наполняет любовью, выдох продает благодарность к земле. Пусть эта любовь окутает всю планету. Вздох любовь вы благодарны. Направляй эту энергию, окутывая ее в планету. Теперь представь свою страну или поселку, где ты живешь. И пусть любовь беспрепятственно течет из твоего сердца через твою ладонь туда, там, где ты живешь. поделись своей любовью с нашей твоей семьей. Пусть сейчас образы членов твоей семьи появятся у тебя в твоем сердце. отдавай им твою сердце. Какие бы отношения были? Просто посылай любовь. Теперь посылай эту любовь своим любимым и дорогим тебе людям вне семьи, твоим друзьям, твоим животным, быть может. И всем тем, кто заботится о тебе. На первый взгляд, это, казалось бы, случайные люди, только случайные здесь нет. Посылаем им, всем дорогим и близким, нашу любовь. Пусть эта любовь направляется к нему. Энергии этой любви могут быть такими, как вы их чувствуете. Это может быть свет, это может быть ощущение, это может быть ваше намерение. Энергия Тириуса это энергии голубые, бирюзовые и золотые. Предложи свою любовь всем, кто сейчас болеет или страдает. Сейчас есть много таких на земле. Посылай щедро, длинное сердце, посылаем щедро эти энергии любви всем тем, кто сейчас болеет и находится в страдании. поделись ее с теми, кто трудится на благо человечества и планеты. Те, кто рядом с теми, кому сложно, тем, кто дает, тем, кто побуждает, тем, кто заботится о благе пусть все вибрирует этой любовью. вибрирует 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 это очень красиво, это может быть тот цвет, который пришел к тебе. Это только свои внутренние, всегда правильные для тебя ощущения. Поделись своей любовью с каждым на всем миром. Направь эту любовь природе всем живым существам, царствам животных, океанам, планеты голубая, всей воде, всей поверхности голубой направляем нашу энергию птицам, парящим в небе, щедро делимся этой энергией любви. Наблюдаем теперь, как эта энергия красива, в полном единстве, волнами, огромными волнами любви щедро окутывает и эта любовь сияет повсюду. И в этом потоке любви ты видишь как маленькую капельку в этом океане свет. Ты светишься, ты несешь свет. Ты активный светоносец, ты активный работник света. Ты есть свет. Теперь положи ладошки на свое духовное сердце в центр груди. Положи, сложи. этот свет. Представь, как ты сияешь этой любовью, излучаешь ее повсюду. Улыбнись этому свету внутри себя. Почувствуй, как с твоей улыбкой это море света, оно становится океаном без начала и без конца. просто любовь и она просто повсюду. Давая эту любовь себе, чувствуй, как хорошо, легко на сердце. И ты есть этот свет. Помни об этом подарке, который находится внутри тебя. и делись им щедро с другими. И не только сегодня, а будь щедро такой, какой ты есть. Будь могуч наполненным светом. Такой, какой ты просто будь собой. Будь почувствуй. Почувствуйте позицию вашего позвоночника, там сила солнца, это наша антенна, соединяющая нашими проявленными и непроявленными. Почувствуй свое дыхание, кто дышит внутри тебя. Благодарю тебя и тебя и тебя. Это слово намасте, оно волшебное, ведь я говорю, я вижу свет в тебе, я вижу в каждом свет. Тот, кто не случайно пришел ко мне, пусть даже он забыл о своем свете, но я дополню. Благодарю вас за чудесный совместный опыт, совместный опыт любви, совместный опыт проживания света, красоты. Благодарю вас, Анджанима, это было волшебно, это было так сладко. Ну, что жилет имеет право быть славным и сладким. Да, благодарю вас, Анджанима, а может быть сейчас буквально пару комментариев посмотрим, поделитесь, пожалуйста, кто с нами медитировал, что чувствовали, как ваши ощущения. Благодарности вам пишут. А я вас благодарю, ведь если весь мир не будет в семье, значит, мы просто все вместе, значит, мы просто благодарим прочим источник, который нам и дает силу, тот источник, который и дает нам этот духовный разум и эту силу. вот у кого-то слезы были, легко на душе, любовь внутри волшебно, у меня слезы, Анджанима, это ваш тоже свет и ваша любовь, и мы вас благодарим от всего сердца. Я очень благодарна всем, кто сегодня в эти врата осмеливается быть этим светом, жить этим светом, делиться этим светом. Маленькая подсказочка, наше ложное эго, оно очень хитрющий саботажник, и оно очень часто желает всех отделить, осчастливить, когда, когда они просят. Вот тут начинаем отслеживать, находись в средине. Есть законы, просят, помоги, не просят, когда вот прям совсем не просят. Не надо обидливать всех своим светом и добром, потому что, когда есть кто-то, кто сопротивляется, то непрошенные советы, они не всегда могут дать хорошие плоды. Это то, это значит. Почему были слезы, Анджань Маа спрашивает. Очень многих людей были слезы, и вот девушка спрашивает, почему. Мои хорошие, но ведь когда мы соприкасаемся с нашим глубинным внутренним аспектом, это же и сила, и там же слабость, потому что мы осмеливаемся прийти в глубину, знаете, как вот та самая Василиса прекрасная, но она же лягушечкой была, и вдруг она становится Василисой прекрасной, просто нас трогает вот эта и есть глубина наша, и слезы потому что идёт очищение, очищение, да, и та прекрасная богиня, которая есть, она ждёт освобождения, кому ж хочется болотить лягушкой сидеть, никому. Прекрасно, Василиса, да, она выходит, когда, то момент рождения её, он не всегда прост, но это слезоочищение, слезоочищение от страхов, потому что ведь у всех у нас есть бесстрашное сердце, но мы переходим через какое-то сопротивление нашего саботажника, поэтому вот это внутреннее напряжение, а когда мы его отпускаем всё так легко, а слёзы счастья бывают, ведь это тоже замечательно, пусть это благодарит. Благодарю вас, Анджанима, я благодарю, также мы благодарим всех зрителей, всех, кто нас слушал, и что вы медитировали с нами, и за ваши тёплые слова мы всё чувствуем, с Анджанима, эфир мы сохраним на ютуб-канале Анджанима называется, у Анджанима в шапке профиля есть сайт, и там есть ссылка на ютуб-канал, скоро, в течение вот ближайшего времени мы сделаем. Ещё раз благодарю всех за сегодняшнее участие, и помним, мы все единое целое, великое семья света, вот о чём сегодняшний день, для этих осознаний, и что мы им открыты, а за всё благодарим Бога, ведь мы живём и складываем все плоды действий, филансамбла светлого, пусть сила света всегда сопровождает вас. Благодарю вас. Благодарю. До следующей встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok